Приветствую вас на канале Техревизор. Очень крутой, но уже порядком устаревший Mijia 2C давно нуждался в обновлении. И в 2021 году Xiaomi выпустили новую версию Mijia 2C для китайского рынка, а в 2022 году выпустили глобальную версию – Robot Vacuum Mop 2C. Китайская версия Mijia 2C получила пятилучевую щетку и мощный аккумулятор, а глобальная версия на первый взгляд вообще не отличается от базовой 1C, по крайней мере по дизайну. Изучим глобальную версию Mop 2C повнимательнее, рассмотрим комплектацию, функционал, качество уборки и попробуем понять, стоит ли выкладывать за этот пылесос 15 тысяч рублей. Но прежде чем продолжить, подпишитесь на канал, а чтобы не пропускать выход новых роликов, нажмите колокольчик. Ну а теперь поехали! Пройдемся по комплектации. Вместе с роботом поставляются. Зарядная станция и шнур питания. Швабра с установленной салфеткой. Документация на русском языке. Комплектация минимальная, через полгода придется докупать расходники. Еще не помешает обзавестись кисточкой с разрезателем волос. С комплектацией разобрались, теперь перейдем к дизайну. Визуально Mop 2C ничем не отличается от 1C. Белая таблетка с камерой на лицевой панели. Впереди бампер с тонированной полосой. Сзади выпускные отверстия. Полисбурник вставляется под крышку. Это прозрачный контейнер объемом 600 мл без шторки во впускное отверстие и с одинарной фильтрацией через хепофильтр. На месте второй торцевой щетки находится датчик пола. Он помогает строить карту, отмеряя пройденное расстояние. Раструб плавает, адаптируясь к рельефу пола. На рамке турбощетки предусмотрена защита от наматывания носков. Турбощетка универсальная, с лепестками и щетиной. Конструкция неразборная, поэтому чистить щетку неудобно. И здесь уместно будет вспомнить, что в коробку не положили птичку для обслуживания. А что у нас с навигацией? Навигация такая же, как у дешевых роботов с гироскопом. МОП-2С таранит препятствия, не обметает ножки мебели, долго возится сушилкой. Из плюсов отмечу скалолазные способности. Двухсантиметровые пороги перепрыгивают с первой же попытки. Спокойную работу на черных коврах и способность собирать мусор там, куда не заедет робот с лидаром. Тонкий корпус делает свое дело. В пределах квартиры МОП-2С действует рационально. Убирает комнату за комнатой, не совершает лишних проездов. На максимальной мощности батареи хватает на 50 минут или 40 квадратных метров. Приложение Mi Home предлагает следующий функционал. Построение и сохранение карты. Регулировка мощности. Регулировка смачивания. Целевые зоны. Запретные зоны. Виртуальные стены. Зоны без швабры. Редактор комнат. График по дням недели. Яндекс.Алису. Выбор голосового пакета. Русский в наличии. Оценка износа аксессуаров. Управление джойстиком. Режим не беспокоить. Поиск по звуковому сигналу. Приложение точь-в-точь, как у MiG1C, после последнего обновления, но подключается через регион РФ. Работает быстрее и стабильнее. Несмотря на умеренную силу всасывания, заявлено 2200 паскалей, по качеству сухой уборки МОП-2С не уступает премиальным роботам. Безупречно собирает песок и шерсть ламината. Тщательно чистит ковры на поверхности и даже вычесывает соринки из глубокого ворса. При движении вдоль стен робот постоянно кивает в сторону плинтуса. Скорость уборки из-за этого снижается. Зато у торцевой щетки есть больше времени, чтобы справиться со своей задачей. В пристенных зонах остаются только единичные соринки. В процессе влажной уборки робот смачивает салфетку под давлением насоса, но интенсивность подачи воды низкая, поэтому первые две минуты МОП-2С работает в холостую. Промокшая салфетка снимает поверхностную пыль и за два прохода отмывает присохший кофе. При этом работает только средняя часть салфетки, а края не контактируют с полом, из-за чего оставляют недомытые зоны в пределах 10 сантиметров у стен. Подведем итоги. Робот-вакуум МОП-2С. Почти полная копия МИДЖЕ-1С образца 2019 года, но все же лучше большинства конкурентов в своем ценовом сегменте. Особенно это касается качества сухой уборки. Робот станет надежным помощником в маленьких квартирах с гладкими покрытиями и тонкими коврами. Но если у вас большой дом и мохнатая собака, лучше добавить пару тысяч и взять Дримми F9. Он почти такой же, как МОП-2С, только с премиальным аккумулятором, современной конструкцией рабочего блока и более качественной влажной уборкой. На этом мой обзор завершен. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость модели можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор. До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok